Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Мы сегодня без котов. Сегодня с нами тихо. Кстати, друзья, будут тайм-коды. Кому интересно парфюмерия, сразу переключайтесь. Произошла одна ситуация. 28 июля, на следующий день после моего дня рождения, мы были в Мадрид, там праздновали. Мы проснулись, и наша кошка, тихо, да, взрослая кошка, она себя очень плохо чувствовала. Ей было больно, было видно, она ходит, бегает в туалет, из туалета каждые, не знаю, 3 минуты. Но мы поняли сразу же, что это обострение, скорее всего, цистита. Но так как это было первое обострение, да, такое, причем болезненное для нее, и мы тут же с утра, я очень испугалась. Мы с утра поехали в клинику в Мадриде, а при этом мы вообще в Валенсии ходим в клинику. И, ну, это довольно стрессово, да, там наш ветеринар в Валенсии, мы все знаем, и тут надо было к новому идти, что-то там объяснять. Но все было хорошо, в Мадриде была просто шикарная клиника, так относились к ней, я просто никогда не видела таких ветеринаров, правда. Я не видела, чтобы к людям настолько хорошо относились врачи, серьезно, просто вообще неожиданно. Вокруг нее бегало там 4 человека, все, во-первых, все удивлялись, что ей 16 лет, это вообще правда. Ну, тут все удивляются, когда узнают, сколько ей лет. Потом в этой клинике были все нужные аппараты, там сделали, так, сейчас скажу УЗИ, я просто перевожу УЗИ. И рентген сделали полностью, там, всех органов, и выяснили, конечно, очень много нашли у нее болячек, но ей 16 лет. В принципе, я подозревала, да, что такое может быть, но самое главное, что у нее проблемы с сердцем. Цистит даже вот ветеринаров не настолько заботил, ну, это обострение, антибиотики сделали, и укол антибиотиков. Но вот с сердцем, да, у нее есть проблемы, ей нельзя испытывать вообще никакой стресс. Я прочитала огромную статью, что вызывает стресс у кошек. Этот же стресс может вызвать цистит, ну, и, конечно, проблемы с сердцем тоже могут быть. И там огромный, огромный вообще список кошки. Это очень нежные существа. Есть такой стереотип, что кошки могут снимать стресс. Но на самом деле там такой пункт есть, что кошке может передаваться стресс хозяина. Поэтому, если не хотите, чтобы ваша кошка стрессовала, вы там как-нибудь, знаете, сами решите, а домой приходите уже в нормальном расположении духа. Там просто статья о том, что если вы завели кошку, то надо жить ради нее и все устраивать в своей квартире именно для нее. В принципе, я согласна. У меня вообще их сейчас три, я как будто бы живу у них в гостях. И сейчас мы их стараемся больше разделять, потому что, ну, она явно, да, не в том возрасте, чтобы носиться с котятами, играть с ними в их игры. Там еще два парня очень активных. Если они пересекаются, то воспитывать их, чтобы они к ней просто не приставали с играми, да. Они спокойно спят рядом, она ничего им тогда не говорит, и они ее не трогают. Но вот когда они к ней лезут играть, она, конечно, злится. И вот это мы сейчас стараемся пресекать, объяснять, да, как-то показывать им, что нельзя с ней это делать. Мы просто их уносим в этот момент, и все. Вот как мы показываем. Вот, друзья, такие новости про нашу кошачью жизнь. Давайте про ароматы. Это недорогие два аромата, они из Wildberries. Я напишу цены, потому что я их не помню. Ой, пришел. Пришел. А как же это? А я-то думала, мы без тебя сегодня снимемся. Что? Пришел парфюмы обозревать? Парфюмерный мой котик. Посмотрите, какой он уже большой. Какой большой малыш вырос. Какой мой сладкий мальчик. Да? Сейчас, я думаю, второй прибежит. Они вообще друг без друга не могут. Да? Где брат твой спит? Вот, друзья. Так, начну с аромата, который мне очень-очень понравился. Это Marina de Bourbon. Я его тестила, по-моему, в Золотом яблоке, мне кажется. Не помню где, но точно его тестила. И когда я к нему подошла, я думала, что это какой-то новый будет для меня аромат. Но, но, брызнув его, я сразу поняла, что я его знаю. Я его знаю откуда-то из 90-х. Вот прям такая какая-то отсылка есть в аромате. Нет, это не какой-то ретро. Но вот для меня прям узнаваемый аромат 90-х. Ничего в этом плохого нет. Я абсолютно в этом ничего такого не вижу. Единственное, что сначала я как-то этот аромат, ну, не поняла, что ли. Мне показалось, что-то как-то вот в нем есть такое, как будто синтетическое. И тут я вспомнила, он мне на старте напоминает MDCI Пешкардинал. Очень напоминает. И в пирамиде есть черная смородина и там, и там. И вот она здесь очень похожа. И, конечно, нельзя сказать, что эти ароматы прям вот похожи. И это такая замена тому дорогому Пешкардиналу. Но нет, конечно, тот аромат прям дорогой. Это чувствуется. Я его обожаю. Я знаю, что некоторые его не любят именно за вот какую-то синтетичность. Именно вначале. И мне кажется, это вот такая специфическая черная смородина. И я ее люблю. Мне она прям очень нравится. И вообще для меня это аромат черной смородины с такой фруктовой кислинкой. Как будто бы ее вот перетерли. Возможно, даже туда еще и листочек черной смородины. Да, кинули. Возможно, это прям такая тарелка черной смородины. И туда еще листочки попали. Да, и чувствуется вот этот аромат. Он такой немного кисленький, терпкий. Хотя пирамида тут обширная. Она очень большая. У нас 33 градуса сегодня было днем. И аромат, конечно, звучит специфически. И аромат звучит специфически. Поэтому я его, конечно, поношу еще в холод. Может, он как-то по-другому. Но сейчас мне очень нравится. Вот я говорю, я сначала его как-то вот не поняла. Но потом стала носить. И мне в нем комфортно. Сегодня я его носила днем. В самую жару не было так приятно. Вот эта вот немножко кисленькая, терпкая черная смородина освежала. Короче, мне прям очень нравится. И я понимаю, что это недорогой аромат. Но он приносит удовольствие намного больше, чем он стоит. И второй аромат мне нравится очень-очень сильно эта упаковка. Она такая веселенькая, радостная, девичья. Очень нравится фалакончик. Очень. Кстати, вот у Марины де Бурбон мне не нравится крышка. Потому что, ой, ну вот видите, она очень легко слетает. Поэтому опасно брать вот так вот, да, может улететь. Ну, она еще со временем наверняка будет еще легче слетать. Поэтому вот эта не нравится. И сама она какая-то вот. Вот эта вот еще сверху штучка, ну ладно. А вот эта вот прям очень недорогой пластик. В общем, флакон сам, да. Но вот эта вот крышка мне не нравится в нем. А вот здесь вот просто красивущий флакон. Конечно, зависит от того, как вы относитесь к таким граненым флаконам. Я их обожаю. Мне очень нравится. Но вот сам аромат, сам аромат для меня немного спорный. Я любительница пудровых ароматов. Поэтому, когда я слушала о нем обзоры, когда я читала пирамиду, мне казалось, что это прям должно быть то, что я хочу. Это прям пудра-пудра. И вот в этом смысле я не разочарована, да. Это пудра. Но мне в старте слышится какая-то вот, так там кто-то летит. Макс. Макс увидел. В старте не слышится какая-то огуречная свежесть. Это, ну, как-то странновато для меня. Причем я читала пирамиду. Я абсолютно не понимаю, что это такой-то бергамот. Может быть, пудра немножечко мне напомнила пудру из Guerlain Instant Magique. Немного напомнила. Но там есть миндаль, да. Там как-то аромат звучит более насыщенно. Но вот именно аспект пудры, он очень напоминает Instant Magique. Даже при первом распылении мне показалось, что очень похож аромат. Но потом нет. Все-таки они разные. Хотя вот даже цвет, вы знаете, жидкости похож. В общем, надо еще поносить этот аромат, пока меня вот эта нота смущает. Но опять же, при этой температуре многие ароматы раскрываются по-другому. То есть многие раскрываются прям классно. На холодной, на моей коже начинают раскрываться ноты, которые до этого не звучали. А другие, наоборот, как-то могут искажаться. Поэтому я, конечно, поношу при более приемлемой человеческой температуре. Хотя бы градусов 25. И расскажу вам свое мнение. Но в целом аромат комфортный, аромат приятный. Макс смотрит прямо в камеру. Аромат. Он видит теперь, наверное, что я размахиваю флаконом. Аромат приятный, комфортный. Такой на каждый день. Он недорого стоит. То есть такая-то поливашка. Хотя он довольно-таки... Сейчас посмотрю. Да, до сих пор вот на руке есть. Я сюда брызнула несколько часов назад. Я уже даже мыла руки. И все равно, все равно аромат малыш мой. Аромат остался. Вот. Поэтому я хочу его еще поносить. Узнать, как он раскрывается в такую нормальную погоду. Не жаркую. Меня, конечно, уже сложно чем-то поразить. Но вот это удалось Марине де Бурбон. И еще я, когда его на себя нанесла, в комнату зашел муж и сказал, у тебя какой-то новый парфюм. Я говорю, ну да, новый. Нет, он говорит, ты не поняла. Он прям такой новый, что вот я такого раньше не слышал. А это редкость. И он обычно даже не обращает внимания, когда я что-то на себя нанесла. А вот этот он выделил. Но это правда. Как вот тот вот MDCI, пешикардиналь, он выделяется. Ты хочешь уйти, да, малыш? Давайте, напущу. Он выделяется так. И вот этот вот аромат, он, конечно, выделяется. Чем из ладки. В общем, как пешикардиналь выделяется среди парфюмов. Его могут любить, могут ненавидеть. Но он, правда, необычный. Так и Марина де Бурбон. Тоже такой вот аромат яркий. Неординарный. И поэтому, я думаю, с ним точно так же. Либо да, либо вот категорически нет. Поэтому, как обычно, не рекомендую покупать слепую. Лучше где-то потестить. Не знаю, есть ли вот эти ароматы где-то в оффлайне. Понятия не имею. Ориентироваться приходится только на отзывы. Ну, вот как я и делала. Если бы у меня не было огромной коллекции. У меня не было, опять же, линстант Мажик. И я бы хотела что-то пыдровое, такое легкое на каждый день. Чтобы просто от меня какой-то вот свежестью, да, пахло. Цветочностью, косметичностью. То этот аромат меня бы не разочаровал. Он не вызывает никаких неприятных эмоций. Даже вот сейчас я чувствую что-то, такую какую-то сирень, похожую на сирень в амуаж, господи, Lilac Love. Да. Много у меня, в общем, ассоциаций. Но он не сладкий. Вот опять же говорю, он не сладкий. Он со свежинкой. Пока не очень для меня понятный. Но надо сказать, что эта свежинка, да, вот этого, вот в этом аромате она уходит. Она только на старте чувствуется. Потом она уходит и уже вот меня не тревожит. Но ничего такого сверхординарного и необычного. Опять же, в аромате нет. Это как его плюс. И если, да, вы хотите просто такой приятный на каждый день аромат, но минус, если вы хотите пополнить свою коллекцию какой-то диковинкой. Вот Марина де Бурбон, да, для меня диковинка. И хорошо, что еще приятная диковинка. Мне прям очень нравится. Я думаю, что она будет и в холоде прекрасно звучать. И мне нравится, что это аромат из 90-х. Но большой, огромнейший плюс, несмотря на то, что это прям для меня узнаваемые 90-е, что нет никакого мускуса. Нет никаких этих амбродеревяшек. Никакой вот базы, которая бы, да, заглушила все ноты. Вот он стартует черной смородиной, которая мне просто катастрофически нравится. Мне очень нравится, оказывается, вот эта вот нота, но не во всех черно-смородиновых ароматах. Кстати, еще он похож на ангела и демон. Тот, который в такой оранжевой, да, светлой бутылочке, флакончике. Похож, да, чем-то похож. Только этот, мне кажется, послаще и более терпкая тут черная смородина. В общем, вот мне нравится его звучание. И он не теряет его к базе. Тут не звучат какая-нибудь минеральность, сшивающая с ног. Или амбродеревяшки. Или какая-нибудь еще бакаринность может появиться, которая тоже все убьет. Мне это нравится. Мне есть что-то, что нравится и в бакарее, и, допустим, в минеральном ганимеде, и в амбродеревяшекстых ароматах. Ну, просто когда делают все, да, похожее. То есть ты покупаешь, тебе нравятся верхние ноты, а потом раз, и опять бакара. А потом раз, и опять что-то ганимедное. И опять что-то, там, амбродеревяшеское. И ты такой, ну, как бы 15 минут удовольствия, а потом одно и то же. Ну, зачем? Зачем вы так делаете? Вот. Так что вот это мне прям очень нравится. Вот в этих, в кавычках, ретро-ароматах. И мне кажется, что, например, вот здесь, вряд ли он такой узнаваемый. Или да? Ну, короче, я не знаю. Ну, на самом-то деле, мне это и не важно. Мне важно, что аромат мне прям зашел, нравится. И я рада, что приобрела его все-таки, долго думала. Я даже не знаю, задавать ли вам этот вопрос, как работает у вас YouTube, да. Я остаюсь на YouTube. Я никуда не хочу с него уходить. Меня все устраивает, мне тут все нравится. Я вообще очень так люблю погрузиться в какую-то площадку, да. Мне не нравится, как вы видите, у меня есть Телеграм, Инстаграм. Ну, вот мне не нравится вот как-то распыляться. И не так у меня много времени, да, чтобы вот там везде быть, везде и везде, все время что-то постить. Нет. Поэтому, ну, по крайней мере, сейчас я не планирую никуда уходить и никуда дублировать видео. Ну, если так случится, я буду просто выкладывать новые видео. Но я не понимаю, на какую площадку. Не вижу я никакой альтернативы, равноценной, да, именно равноценной YouTube со всеми его плюсами. Ну, я не вижу, ну, что делать, вот. Поэтому я здесь. Надеюсь, что вы тоже будете здесь. Я вот вижу, что в Инстаграме кто был, тот и остался, да, через VPN сидят, поэтому... Есть способы продолжать оставаться на YouTube. Тем более, ну, нет такой базы видео, да, с различными роликами. И, понятно, без парфюмерных еще люди как-то проживут. Но я лично нахожу там какие-то и занятия спортом, какую-то гимнастику, гимнастику для лица, лимфодренажный массаж для лица. Очень много всяких полезных видео. И мне кажется, это невозможно на другой площадке найти такое же количество. Ты иногда сам не знаешь, что тебе может понадобиться, да. А уж по монтажу, сколько там роликов я находила, да, на любые темы. Вот, друзья, поэтому вот такое вот мое сейчас мнение на этот счет. Все, спасибо, что были со мной. Палец вверх. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам большое. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok